машинка перемещения в пространстве так какой контакт мне нажимать чтобы домой переместиться ведь время относительно это то вы понимаете значит такое предложение сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам друзья привет как думаете сколько лет этому пню если прикинуть количество годовых колец то получается где-то под сотню и только посмотрите во что он за это время превратился а что если я вам скажу что до сих пор производится автомобиль которому пускай и не сто лет но уже больше 60 и более того на мой взгляд именно сейчас он находится самом расцвете сил собственно друзья вот этот автомобиль это уаз который сейчас называется страшной аббревиатурой sgr старый грузовой ряд но наверное большинство людей привыкли называть его буханкой а я сегодня пожалуй назову его уаз 452 по самому первому индексу но еще интересно что это один из немногих автомобилей который способен заставить вас проснуться рано-рано утром сесть за руль и уехать куда-то далеко от цивилизации сейчас 10 часов утра мы в 150 километрах от города и это только начало потому что мне кажется именно в таких условиях можно понять что же такое уаз буханка в 2022 году но граждане алкоголики тунеядцы хулиганы кто хочет поработать с чего начинается у нас съемка в подмосковье с уборки территории друзья даже если уехала далеко а мы сейчас наверняка метров 100 120 от москвы все равно сложно найти чистое место рядом с дорогой благо в этот автомобиль его кузов заодно сразу покажу как здесь открывается грузовой отсек главное не получить по зубам этой лестницей выдергиваем шплинт убираем тянем за колесо открываем загружаем и везем убираем еще раз ну ладно а теперь поговорим про буханку к тому же поговорить сейчас про этот автомобиль меня вынуждает довольно грустная историческая параллель давайте вспомним как вообще появился этот однообъемный грузовичок ну или микроавтобус в середине 50-х годов на ульяновский автомобильный завод поступило распоряжение разработать автомобиль который был бы пригоден для того чтобы вывозить раненых и пострадавших из зоны радиационного поражения он должен был быть создан на агрегатах внедорожника газ 69 напомню что несмотря на название производили большинство подавляющее большинство этих машин именно в ульяновске но при этом по техническому заданию грузоподъемность должна было составлять 800 килограммов и самое главное что он должен был перевозить по 5 лежачих больных двое носилок надо было расположить по бортам одна над одной и в центре еще одни носилки ну собственно вот так этот автомобиль и появился самые первые действительно базировались на раме от газ 69 я рассказывал про этот автомобиль на канале авторевью помните у него такая хитрая была изогнутая рама мотор от победы трехступенчатая коробка передач от представительского зима газ 12 вот такой набор ингредиентов но уже в шестьдесят пятом году машина была модернизирована нормальные телескопические амортизаторы вместо рычажных двигатель от волги газ 21 и четырехступенчатая коробка передач от нее же и собственно в таком виде буханка дожила практически до 90-х годов при создании автомобиля нам пришлось разрабатывать новые узлы которые раньше нашими конструкторами не проектировались нашим экспериментальным цехом не изготавливались и поэтому представляли для нас большие конструктивные и технологические трудности но если посмотреть сейчас на нее то на самом деле те дизайнерские идеи которые вложил в нее владимир иванович ариамов ну собственно вот они действительно сейчас что в 55 году но первые образцы появились 58 что сейчас 2022 это абсолютно узнаваемое лицо и абсолютно узнаваемый силуэт я думаю что ну мало какой дизайнер в мире удостоился такой чести что его произведение выпускается уже седьмой десяток лет причем как минимум 50 лет из этого срока это все был трудовой стаж потому что советском союзе это было исключительно машина для хозяйственных государственных нужд в частное пользование такие машины практически не попадали но в 90-е люди распробовали этот уазик он наверное стал одним из первых кто развивал коммерцию в нашей стране ну а затем стал таким автомобилем для активного отдыха охота рыбалка люди сами переделывали эти машины под свои нужды и уникальное качество этого автомобиля что даже у тех людей которые летают здесь по охотничьим угодьям на собственных вертолетах ну или арендах тоже вполне может быть этот уаз он уместен абсолютно в любой компании будь то разваленный колхоз и какая-то пожеванная мятая бортовая машина или вот такой модный в оранжевом цвете экспедиционной комплектации автомобиль который наверняка можно встретить и в очень очень дорогих районах ну и собственно о чем я говорил завод откликнулся на пожелание покупателей предложил такую версию которая называется экспедиция силовые бампера спереди и сзади и багажник лебедка калитка запасного колеса шины а тэшные бф гудвич правда штатного размера но самое главное что все это легально вписано вот это с поэтому если дпс вас остановит никаких претензий вот к такому виду уаза у него не возникнет но не стоит думать что этот внешний обвес как-то повлиял на то из чего собственно создан уаз и на чем он базируется здесь по-прежнему рессорная подвеска те же самые мосты спайсер никак не измененные что и у стандартной машины двигатель за mz 409 и 5-ступенчатая коробка передач китайского производства это бренд байк но это то же самое что многие уазоводы знают под названием адс просто сейчас производство перенесено в китай и работает она честно говоря так себе а еще к сожалению такая максимальная комплектация вовсе не означает что собранный этот автомобиль будет с большей любовью чем обычные буханки но тут можно открыть любую дверь посмотреть на качество сварных швов и лучше сразу ее закрыть потому что это действительно ужасно но с другой стороны тот человек который серьезно покупает подобную технику он знает на что идет меня только удивляет что дилеры хотят сейчас за подобную буханку больше двух миллионов рублей но мне кажется это только хотят почему эта цена выглядит достаточно абсурдно отлично показывает предложение на автору поиск по таким уазом я оставлю в описании обязательно переходите и тогда вы увидите что за миллион триста миллион четыреста тысяч рублей можно купить абсолютно новую буханку в точно такой же комплектации только без всех экспедиционных добавок а отнюдь не все они полезны на бездорожье об этом я вам расскажу чуть чуть попозже а меньше чем за миллион рублей за 700 тысяч можно найти относительно свежие автомобили при этом подготовленные гораздо более грамотно чем это переходите по ссылке в описании изучайте ведь у вас это действительно мечта самодельщика и неплохая заготовка под такой вседорожный дом на колесах вполне может пригодиться а еще важный момент что до качество сборки какие-то неаккуратные элементы но вы знаете ведь это сейчас больше чем просто транспортное средство способное переместить вас из одной точки в другую это что-то вроде гравицапы из фильма кинза дза ну гравицапа это то без чего пепелац может только так летать а с гравицапой в любую точку вселенной за пять секунд она позволяет путешествовать не только в пространстве но и во времени и не только между городами или странами но по большому счету даже между разными абсолютно цивилизациями я думаю что за такую способность буханке можно многое простить ну собственно чтобы понять все эти ее качества нужно поехать что ходить вокруг да около наверняка каждый из вас знает как выглядит этот автомобиль поехали прокатимся побеседуем на асфальте и съедем туда где асфальтовых дорог давным-давно нет да и не было никогда ключик слева как у porsche сразу намекает нам о том что это петро алферский автомобиль и кстати если у вас когда-то будет подобный уас и вы приедете на заправку поконтролируйте чтобы заправщик не забыл вот эту пробку потому что многие думают что раз нет лючка то в принципе не должно быть ничего одну такую я уже потерял пришлось ее сейчас купить за 80 рублей и наверное сразу можно сказать про то чего здесь нет здесь нет электростеклоподъемников эргономики кондиционера практически ничего для водителя здесь не предусмотрено но определенный плюс и в этом тоже можно найти поехали расскажу вождение буханки на асфальте имеет три стадии отрицание принятие и получение удовольствия причем все это происходит каждый раз как только вы оказываетесь за рулем этого автомобиля и на самом деле появление каждой стадии в основном зависит от того сколько времени вы проведете за этим удивительным рулем но удивительно прежде всего своим расположением не разве видел чтобы баранка ну как-то была на уровне практически груди хотя на самом деле нет есть еще и четвертая стадия когда у вас затекли ноги и нужно выйти размяться она обязательно наступит после того самого получения удовольствия ну да машина немножко видоизменялась здесь теперь как я уже сказал инжекторный бодрый мотор действительно очень хорошо тянет но с точки зрения эргономики разве что вот эти кресла появились они сами по себе вроде бы неплохи но их расположение как тут не вспомнить что в конце 50-х годов когда собственно этот автомобиль встал на конвейер ульяновского автозавода и кстати еще хочу сказать что это был первый автомобиль по имени уаз потому что 469 легендарный козлик он хоть и был разработан к началу 60-х но до конвейера добрался только в семьдесят втором году так вот концу 50-х годов средний рост мужчины в советском союзе составлял 168 сантиметров то есть на 20 сантиметров меньше чем во мне и поэтому сами понимаете сидеть мне здесь ну достаточно специфически но я привык до поначалу казалось что это просто невозможно самое неприятное это перенос ноги с газа на тормоз потому что педаль газа здесь напольная прямо как в хороших бмв а вот тормоз она подвесная причем хочется сказать что это подвесной потолок настолько высоко она расположена тебе нужно ногу вот так поднять и сверху вниз надавить на эту педаль вот так как мы сейчас с вами едем в относительной пустоте в очень разреженном трафике никаких проблем нет но конечно в крупном городе где тебе нужно постоянно разгоняться постоянно тормозить пожалуй что у вас уже не соответствует современным реалиям что в общем то не удивительно для машины которой 64 года о чем еще здесь можно говорить с точки зрения управляемости ну она очень естественная очень натуральная очень понятная потому что да тут теперь гидроусилитель рулят но надо заметить что он не плохой здесь на удивление присутствует какое-то реактивное действие какой-то вкус даже можно распознать на дуге но абсолютно не до него когда ты управляешь этим уазом вот посмотрите это к примеру здесь люфт в рулевом редукторе хотя я более чем уверен что его можно полностью убрать и тогда эта проблема решится в поворотах неприятное такое поведение у вас довольно активно начинает подруливать задними колесами поэтому спешить там совершенно не хочется если говорить про какую-то управляемость то по большому счету здесь не особенно-то ее и положили не было такой задачи у инженеров абсолютно но удивительное свойство уаза в том что несмотря на все эти объективные безусловно недостатки что он и прямую держит не важно и в поворотах далеко не подарок ты как-то очень хорошо понимаешь что же с ним будет следующую секунду да нужно подруливать напрямую но ты практически всегда знаешь на какой угол надо повернуть колеса и что будет следующую секунду если сейчас за тебя это делают система удержания в полосе различные ассистенты помощники то за рулем каждого уаза сидит именно что водитель я бы даже сказал шофер который все держит в своих руках все контролирует и знает что нужно сделать в каждую следующую секунду ведь по большому счету из систем активной безопасности напомню это те которые призваны оберегать нас от попадания в дтп здесь есть только антиблокировочная система тормозов действительно сюда ее поставили это большое благо теперь можно смело от души вот так сверху вниз опа и больше ничего зато здесь есть парочка элементов пассивной безопасности ну прежде всего вот эти ремни безопасности они теперь инерционные хотя честно говоря когда ты смотришь на этот руль пускаю на травма безопасный на то как он близко на то что перед лобовым стеклом нет абсолютно ничего ну в нашей комплектации благо появился силовой бампер но не думаю что он сыграет положительную роль в случае дтп поэтому если говорить о каких-то системах безопасности то наверное в уазе можно говорить только о наличии системы ритуальной безопасности она появилась относительно недавно вот здесь на потолке кнопочка системы эра глонасс на передней панели ее антенна что это значит ну когда вы разобьетесь на вашем уазе с ритуальной службы смогут вас найти и по-человечески похоронить а вот сама эта машина я так понимаю на покой не собирается да ее сертифицировать как-то под современные требования уже невозможно но вот это с регулярно продлевается с учетом того что сейчас все автомобили у нас будут раздеваться я имею до раздеваться от каких-то зарубежных электронных систем может так оказаться что у вас в общем-то окажется вполне себе и на уровне других да здесь впрыск электронный немецкой компании bosch но карбюратор этого еще не забросили я думаю что в гаражах полно ик-126 и остальных устройств которые прежде готовили топливо-воздушную смесь для этих моторов он еще поедет покоптит однозначно и на самом деле для того чтобы вождение уаза стало более комфортным более человеческим нужно ну не так и много сделать какую-то подвеску этому очень жесткому сиденью потому что ты фактически находишься на колесной арке над колесом и каждая неровность каждая волна она сразу приходит к тебе здесь очень высокая частота колебаний постоянный какой-то фон вот этот потряхивание сейчас мы едем казалось бы ровная дорога но сами понимаете скрипит потертое седло постоянно ты вверх-вниз вверх-вниз от этого конечно устаешь и самое неприятное это лежачие полицейские я понимаю что такого типа неровностей когда у вас проектировали еще не было в принципе но сейчас их полным-полно и каждый раз ты вынужден замедляться словно едешь на каком-то суперкаре знаете с очень-очень низкой подвеской и жесткой и боишься поцарапать какие-то аэродинамические юбки вот так еще мы нашли одну связь между буханкой и быстрыми суперкарами только я сказал про то что здесь быстрый мотор просто если сейчас ускорится уже будет настоящее авто родил но кстати знаете есть один очень приятный и удивительный на мой взгляд плюс у буханки я абсолютно не ожидал что эта машина будет тихой да как ни странно она действительно очень очень тихая казалось бы вот у тебя здесь мотор прямо под локтем если обычно здесь находится подлокотник то это но настоящий какой-то подкапотник да ты прям на капот опускаешь локоть и там трудится заслуженный за mz 409 и надо сказать трудится он очень очень молчаливо при этом тянет тянет прям такая правильная у него характеристика крутящего момента для подобного рода автомобиля самого низа не крутится далеко ну и не надо недостаток по акустике это то что все что происходит снаружи оно прям лезет в салон практически никак не приглушаясь и рядом проехал камаз ты все услышал пересчитал каждый из его цилиндров посмотрел сколько камушков застряло в его протекторе еще неприятно что вот здесь сквозняк у меня достаточно сильный причем удивительно что в основном он чувствуется когда ты стоишь вот сегодня очень сильный ветер на улице я останавливаюсь на светофоре и вот отсюда прям дует хочется каждый раз перезакрыть эту дверь вот такое сейчас качество сборки но действительно по акустике я ожидал значительно более низкого уровня и надо петить что предыдущие буханки на которых я катался вот они действительно ревели а теперь ну давайте вот 80 нормально 81 неплохо 83 вполне 87 5 китайская коробочка за что ты нам жалко что сюда не ставят даймос у меня на хантере было именно это корейское кпп очень приятные переключения прямо одним пальцем щелк щелк великолепно здесь нет коробку словно закусывает и вот сейчас у меня включена 5 если я захочу затормозить и затем допустим вторую включить это будет настоящая проблема потому что часто рычаг он вот сейчас нам повезло и он вернулся а иногда он вот в этом ряду зависает тебе нужно прям ударами его оттуда выбивать но наверное это тоже отдельно взятый экземпляр все это можно тоже поправить посмотреть кулису настроить но мы говорим о качестве автомобиля который сейчас продается за два с лишним миллиона рублей но вы знаете что я предлагаю в целом оставить сегодня все эти экспертные оценки ну какой смысл автомобилю 64 года его конструкции и того больше при этом он до сих пор едет и можно управлять нет абсолютно никакого ужаса ты в целом как-то держишься в потоке 100 110 км в час на трассе можно поддерживать что еще от него требовать но мне кажется в разговоре про буханку нужно отойти от привычных автомобильных ценностей и рассматривать ее как ну не знаю элемент уже культуры как образец промышленного дизайна которому за практически семь десятков лет не смогли найти замены и вот здесь очень важный вопрос не смогли найти потому что ну действительно не смогли или потому что не хотели и для ответа на этот вопрос нужно съехать с асфальта и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, вот такая дурацкая ситуация, что-то увлекся я тем, что практически нет переднего свеса у УАЗа, но именно у этой буханки-то свес есть, те самые доработки, этот мощный передний силовой бампер. Смотрите, к чему они привели. Попробую сейчас привстать. Ну, то есть здесь у нас перед носом сантиметров, ну, 50 без малого, и именно на него мы сейчас и подвисли. То есть была бы у нас буханка штатная, то она бы здесь проехала. Вот так. Не раз я уже говорил, что в целом не являюсь поклонником такого внедорожного железа, но здесь такой случай хрестоматийный. Я не хотел вам показывать, каким минусом может стать передний силовой бампер, но это случилось само. Кстати, лебедку я на этой машине еще ни разу не проверял, но даже если она не работает, двумя лопатами мы это все откопаем и в любом случае выйдем. Но будем надеяться, что и лебедка нам поможет. Давайте смотреть. Кстати, пока я вам это рассказывал, окончательно отвалился вот этот резиновый уплотнитель дверного проема. Да, не очень приятно. Ну что же, вот он. Волнительный момент, работает лебедка или нет. Сейчас к блоку соленоидов подключим пульт. За Большую Березу уже зацепили корозащитку. Покажем, как работает в деле лебедка от компании RedBTR. Явно кто-то этим пультом уже пользовался и неоднократно такой здесь горд диффузел этого шнура. Не, давайте все-таки нормально, нормально распутаем, чтобы это было инструментом. Отверстие трехштекерный. Один, кстати, штекер так позеленел. Да, купалась, купалась лебедочка. Ни одна лампочка не зажглась, кстати. Да. Друзья, она не жужжит, поэтому первый мой совет. Всегда проверяйте лебедки на незнакомых машинах перед тем, как съехать с асфальта. Ну, а мне сейчас предстоит, видимо, разминка с лопатой. Хотя попробую оживить, тут еще блок соленоидов. Интересно, каким будет следующий кадр. Либо жужжащая лебедка, либо я с лопатой в руках. Надо зачистить контакт вот этот. Ага. Здесь он пас. Ну, был, да, всплыл. Все зеленое. Есть определенная проблема у нас, похоже. Дело в том, что смотали трос неправильно и давно, и он превратился просто в спрессованную бухту металла. Сам мотор я практически оживил, но он жужжит. Но вот это вот распотрошить будет довольно сложно. Программа дня сокращается. Ладно, решаем следующую проблему. Кстати, обратите внимание, какие водятся интересные обитатели в Мещерских лесах. Вон едет каракат с охотником. Но его шины явно подходят для этих целей получше, чем наша. В принципе, мы и сами выйдем, но если предложат дернуть. Хотя он не вытянет, ему тяговой силы не хватит. С ломающейся рамой. А какой мотор у этого караката? Китай. Китай? Лифан? Да. А мосты наши, да? Волговский. Волговский, я смотрю, да не УАЗовский. А остальное у... А коробка? Вариатор? Его тоже китайский или нет? Или какая-то стоит? Коробка. А, наша нормальная, да? Все, останусь. Понятно. Видите, китайский новый останусь. Вопросов нет только к двигателю, да? Пока еще, пока нет. Да, да, мы сейчас посмотрим. Ну, до камня-то доедем. Здесь и там еще пару лужек даже. Хорошо. Да, да. Самое забавное, что все это произошло буквально в двух километрах от въезда в лес. А ровно год назад сюда, в Вещерскую огромную эту лесополосу, болотистую эту низменность, песчаную, красивую. Приехала команда Авторевью, и я в том числе на стандартных абсолютно машинах. Заезжали, правда, в другом месте, но проехали, в принципе, через всю Мещеру. Все самые важные места посетили на Дастере, на двух Дастерах. Один из которых был на стандартных шоссейных шинах. Или зимних. По-моему, шоссейных. Вот. То есть, звучит максимально сейчас все это выглядит нелепо. Но это разница между журналистами профессиональными и блогером. Потому что сейчас я как бы блогер, и смотрите, во что это превратилось. Если бы я сейчас ехал от Авторевью, естественно, мы бы уже были в нужном нам месте. Потому что доверяйте профессионалам. И это кроме шуток. Но процесс, как вы видите, идиот. Медленно, но верно, начинаешь понимать, что же такое у вас буханка в 2022 году. Я же вам говорил, что для этого нужно не просто в городе там прокатиться 15 минут, помучиться. Нет, друзья, мучиться надо совсем в другом месте. С другой стороны, почему мучиться? Классная погода, физические нагрузки. Сейчас еще немного, и будем пробовать выезжать. Ну что, в итоге мы поняли, что копать здесь можно до лета. Поэтому пришлось подразобрать лебедку. Сняли вот эти ограничительные планки, которые, собственно, держат бухту троса и зажимают ее. Вот видите, одной планки здесь уже нет. Сверху блок соленоидов. И сейчас вдвоем попробуем подергать, ну, размотать вот этот узел. Но хочу сказать сразу, если вы пользуетесь лебедкой, либо вы умеете ей пользоваться, либо не включайте ее, чтобы не возникало подобных ситуаций. Да, я сам дурак, потому что я видел вот это переплетение и понимал, что для металлического троса это смерти подобно. Тем более, что выглядит он крайне печально, уже заржавел весь. Его нужно промазать хорошенечко, промаслить, и тогда он будет работать. Но я думаю, что сейчас нам удастся его размотать и выехать, наконец, отсюда. Пробуем. Вот вам, друзья, и реактивное действие. Только в данном случае не на руле, а на этой прекрасной трещотке компании Force, которая мне ни рубля не заплатила за эти слова, но пользуюсь я много лет уже этими инструментами, и они реально не подводят. Несмотря на то, что я их особенно не обслуживаю. Продолжаем разбирать лебедку. Надеюсь, это приведет нас к успеху. Сейчас. Пошла жара. Пошла жара. Это кошмар. Я просто в шоке от того, что сделано с тросом. Так нельзя, ребят. Вы посмотрите, это просто переплетены абсолютно все бухты, вся бухта, все витки. Это ужас. Он должен быть вот сюда вставлен, и здесь, вот в это отверстие, и отсюда зажат. А здесь какая-то вот такая порнография, видишь, происходит. Во. Поэтому я бы дальше не разматывал, потому что останемся без троса. Сейчас вот это подожмем, и будем сматывать под нагрузкой. Попробуем смотать поровнее. Один виток к другому. Но вот то, как заделан трос, оно, конечно, дает справа. Попытка номер 32. Заставили лебедку вращаться, но оказалось, что трос не зафиксирован на барабане, и как только мы давали нагрузку, барабан вращался, трос стоял на месте. Наша задача сейчас попробовать зафиксировать трос на барабане, и все-таки рассказать вам, зачем мы сюда поехали. Так, покинавочка. Берем руку. Так. А что там? Ну, уперлась она в землю. А, там же у нас... Бампером забыл его закрыть. Да, закрыли за... Войфории калитку закрыть. Она так высоко расположена. Кстати, сейчас обратите внимание на вот эти подфарники. Противотуманка, задний ход. Для внедорожника очень грамотное расположение. То есть, их можно повредить, но абсолютно на ровном месте. Сейчас, чтобы ничего не потерять, подкопаем грунт и закроем калитку. Благо лебедка починена. Что еще починить? Это на автомобиле. Из того, что установили, заметьте, не на заводе. Я думаю, не откроет его. Я посторожу. Да, береги приличный был. Моя ошибка. Говорит, не проедем. Не любят они гостей в лесах. Ну, можно понять. Пожары. Уже, кстати, с 10 апреля пожароопасной ситуацией считается. Ну что же, вот и наш первый скачок во времени, на который, наверное, и способна буханка. Причем скачок сразу на 800 лет. Смотрите, какой красивый лес. Я очень люблю Мещору. Больше 10 лет стараюсь сюда ездить. Почаще. Но вот, кстати, ровно год меня здесь не было. Но это место особенное. По преданиям, по поверьям, именно здесь рязанские воеводы Евпатий Калаврат принял первый бой с войском хана Батыя. И было это в 1238 году. И отсюда татаро-монгол погнали обратно на восток. Сейчас об этом напоминает вот этот камень памятный. Не знаю, понятно, что точно установить место практически невозможно, но вполне вероятно, что это действительно было и здесь. И, знаете, для меня это место еще имеет некоторое личное значение, потому что вот там буквально направо, 300 метров, находится озеро Святец. И как-то раз на своем Хантере, на Уазе Хантере, посмотрите, один из первых видеороликов на канале был про него, я решил туда поехать и не учел, что это торф. И машина моя там буквально осталась. Была долгая операция по спасению, длилась она 2 дня. В общем, есть что вспомнить. Естественно, на Буханке мы туда не поедем, как вы видели, и в гораздо менее безобидной ситуации, точнее, более безобидной ситуации нам нашлось, чем занять свои руки и умы. Потратили полтора часа, чтобы уехать из простейшей засады. Что сказать про УАЗ в лесу? Я не хочу сейчас записывать онборд. Вот это классический монтаж автомобильных видео, кадр снаружи, кадр внутри. Смотрите, вы находитесь практически вот здесь, перед вами ничего нет. Поэтому Буханка вот на таких дорогах, где все время вверх-вниз, вверх-вниз, превращается в аттракцион. Такие русские горки, и ты сидишь в первой кабинке. Потому что, когда куда-то под тобой ухает дорога, ты понимаешь, что да, сейчас будет весело. Но есть определенный нюанс, потому что здесь ты не понимаешь глубину луж. Обычно автомобиль с капотом погружается, ты все чувствуешь, колесо ушло, там бампер. Здесь же нет, ты вроде бы едешь, сразу куда-то провалился, волна бьется, а вот этот волнорез даже иногда захлестывает на лобовое. Плюс к этому уплотнение это снизу здесь полностью отсутствует. Ну, посмотрите, какая-то резинка здесь могла бы быть, но ее нет. Вот это уже все зажато, и у тебя все время на ступеньку наливается вода. Если уровень выше, то он проливается туда дальше на пол. То есть с точки зрения герметичности это проблема, но внизу же нет ничего, это просто железка, обратно все так же и вытекает. Едет, естественно, едет очень здорово. Нюанс, который я сразу отметил после езды на классических внедорожниках, так как двигатель здесь расположен фактически над передней осью, очень хорошо машина выходит из колеи. То есть ты повернул руль, даже сейчас у нас вот эта АТ-шечка, покрытие, сами видите, постоянно меняется. То есть снег, то песок, на снегу они работают плохо, но все равно хорошая загрузка передней оси, машина действительно выходит из колеи. Это прям очень-очень здорово. Мне это очень нравится. Ты подъехал, повернул, выпрыгнул. Зачет. По подвеске здесь гораздо лучше, потому что вот эти длинные волны, это то, что рессоры очень-очень любят. Особенно, когда ты ловишь правильный такт и сам начинаешь на сиденье, ну, немножко так левитировать в нужные моменты, все становится очень здорово. Это и весело, и энергоемко, и в целом нормально. Ну, посадка, конечно, заставляет отрывать спину от сиденья, поэтому спина начинает ныть, но на самом деле это общее место для всех внедорожников, потому что, когда плохая жесткая дорога, ты не сидишь вот так расслабленно, да, к спинке. Ты стараешься мышцами себя как-то подсобрать, и, конечно, довольно быстро устаешь. Ну и отличных слов заслуживает двигатель за МЗ-409. На пониженной передаче вторая, без газа, толкнул, поехал, очень длинная такая полка, хорошая момента. Понятно, что полки нету, если мы нарисуем график, но именно, что характеристика такая длинная-длинная-длинная, то, что нужно для этого автомобиля. Все едет, гидроусилитель неплохо сглатывает удары, которые проходят на руль, то есть баранка не вырывается из рук, что было свойственно буханке без усилителя руля. Но все же я хочу успеть совершить еще одно путешествие во времени, причем оно гораздо ближе, гораздо больше связано с этим УАЗом. Дело в том, что в этих местах люди жили испокон веков, но в середине прошлого века здесь решили сделать военный полигон, и люди были выселены. То есть можно сказать, что местные жители уехали отсюда, чтобы здесь начали ездить подобные автомобили. Не будем забывать, что это армейский, изначально армейский внедорожник. И от этих деревень остались лишь памятные кресты и несколько церквей, которые сначала были совсем забыты, сейчас люди потихонечку к ним возвращаются, пытаются поддерживать их хотя бы в таком состоянии, чтобы стены не разрушились. И я думаю, что мы попробуем успеть до темноты доехать до одной такой церкви, потому что те времена уже напрямую связаны с УАЗом. И посмотрите, прошло те же самые 60-70 лет. От деревень не осталось вообще ничего. Вы только какие-то плодовые деревья можете случайно заметить и понять, что действительно здесь жили люди. А вот по-прежнему с нами. Ну что, друзья, по дороге к церкви нам встретилось интересное препятствие, которое обычно не является препятствием. Смотрите, сейчас в половоде очень много воды и мостик через речку, который обычно, ну, просто как дорога, да, даже наоборот он лучше, чем все остальное, потому что он бетонный. Выглядит сейчас вот так. Ну, разведка в сапогах показала, что все должно быть хорошо, но в любом случае выглядит любопытно. Пожалуй, я вот этот финальный кусочек поеду на первой пониженной. Надо ехать здесь вдоль кустов справа, не выезжать по центру, там будет глубже. Отлично. Хорошо, что у АЗа очень высоко расположен воздухозаборник двигателя, фактически на уровне груди человека, поэтому в целом вода для него не является серьезной преградой. Ну, а мы едем дальше. Сегодня небо абсолютно безоблачное, значит, что темнеть будет поздно. Я думаю, что успеем, успеем вам все показать. Как вы видите, иногда глубина уж такая, что захлестывает в воздухозаборник, и вот из-за этого запотело лобовое. Слева от нас вот такой пустырь. Скажите, что-то здесь вам говорит о том, что это бывшая деревня. Это урочище Баженова. Эта деревня была выселена в 1953, то есть практически тогда, когда техническое задание вот на этот автомобиль уже было сформировано. А до начала его первого серийного выпуска оставалось всего лишь пять лет. Посмотрите, что здесь уже густой лес. И у вас живи всех живых. Вы знаете, я планировал сделать это видео совсем иначе. Нет, я не вижу это каким-то стандартным тестом, стандартным рассказом, где бы я, допустим, измерял дорожный просвет или ход подвески на отбой. Я как только взял этот автомобиль и поехал на нем к другу в загородный дом по Новорижскому шоссе, мне показалось, что больше я, наверное, за все дни вряд ли куда-то и прокачусь. Ну, разве что только выйду на бездорожье, чтобы все-таки эту тему закрыть. И мне виделось так, что видео будет составлять из следующих сюжетов. Титр. День один. Машина стоит во дворе. Титр. День два. Машина там же продолжает стоять. Итак, до упора, до упора. Но, знаете, сейчас шестой день, как я езжу на этом УАЗе, и я проехал уже практически 800 километров. Да, действительно, я как-то втянулся. Тело приобрело необходимые для управления УАЗом изгибы. Ноги, видимо, уже сами находят эти педали. То есть я втянулся. Вы знаете, самое главное в езде на УАЗе не пересаживаться на другие автомобили. Вот если ты сделал паузу и прокатился на каком-то современном образце транспортного средства, вот обратно садиться тяжело. А вот если ездить только на УАЗе, никаких проблем. Даже начинаешь получать определенные удовольствия. И не только вот как сейчас в лесу. Здесь все очевидно. Да, проще значит лучше. И УАЗ с его мостовыми подвесками, рессорными, ну, это то, что надо. Ты едешь и, в принципе, ни о чем не думаешь. А если учесть, что воздухозаборник здесь, там на боковой панели кузова, то есть когда ты ныряешь в лужу, вот как сейчас мы это будем делать. Кстати, следы от Симмикса или от Сильверстоуна. Ух! И когда ты ныряешь в лужу и видишь, что волна заходит чуть ли не в лобовое стекло, ты спокоен, потому что воздух берется вот там, высоко. И это надо, ну, на бок буквально положить машину, чтобы двигатель хлебнул воды. В общем, в его способностях вне дорог никаких сомнений нет. Мотор прекрасен, подвеска отлично отрабатывает. Но если оценивать этот автомобиль в комплексе, смотрите, в этом году мы отмечаем 45-летие Нивы. УАЗ Хантер, он же 469-й, он же Козел, он же 3151, он же еще десяток других индексов, сейчас празднует 60-летие. Но Буханка перещеголяла их всех. 64 года. О чем это нам с вами говорит? Во-первых, о том, что за полвека нужда в простых, честных вездеходах в России не ушла. Мы по-прежнему хотим такие машины, нам по-прежнему они нужны. Ну, собственно, посмотрите, как тут иначе. Да, сюда мы заехали специально, но люди здесь работают, егери, лесники, в конце концов, они каждый день вынуждены ездить именно по лёд. Вот так вот, друзья, вы говорите Defender. Сейчас электроблокировочку заднюю подхватим, чуть назад. Всё. Вопросы, пожелания? Система спуска с горы? О чем вы? Итак, с дорогами понятно, да? Действительно, страна огромная, везде асфальт не проложишь. И по большому счету, я думаю, через 50 лет нам нужны будут простые, честные вездеходы, которые способны терпеть, ну, вот такое, изо дня в день и из года в год. Но, значит ли это, что кроме упомянутых выше 452-го, Хантера и Нивы, ничего нельзя было придумать более современного? Конечно же, можно, друзья. Можно. Не будем лукавить. Вполне этот автомобиль можно было осовременить, в конце концов, убрать уже эту перегородку на гражданских версиях, поставить нормальные сидения. Да, спасибо газовцам за полноприводный Соболь. Ну, действительно, его можно воспринимать как перерождение буханки. И, конечно, он значительно, значительно удобнее. Но почему ульяновцы абсолютно не развивали свой автомобиль? Да, понятно, что основной заказчик это государство, Министерство обороны, врачи, газовые какие-то службы. Но разве их водители, они заслуживают вот такого изо дня в день все время ездить в такой позе? Они ведь далеко не по лесу катаются, а по обычным городам, по асфальтовым дорогам, по грейдерам хорошо, по грунтовкам. Но там не требуется настолько спартанский вездеход. Там вполне можно было бы предложить что-то более гражданское. И вот тут, конечно, как бы мне не хотелось сказать, что вот какая классная буханка, через семь десятков лет пронесла она все свои способности, все свои возможности. Как бы ни было приятно поностальгировать за этим рулем, но давайте объективно. Конечно, люди, которые постоянно ее используют, они бы хотели, чтобы эта машина модернизировалась. Да, она изменялась и была удобнее и человечнее, в конце концов. Но похоже, что этого уже точно никогда не случится. К тому же был еще один важный человек, который и показал мне, что не стоит эту буханку морозить на парковке. Это моя дочь Лада. Вы знаете, у детей какие-то особенные свои восприятия. Действительно, они многое сейчас запоминают на всю жизнь. И у Лады любимый автомобиль это Porsche 911. Хотя я ее катал на совершенно разных и быстрых, и шумных, и с красивыми голосами моторов в машинах, но почему-то именно 911 запал в ее детское сердечко. Но вот этот оранжевый УАЗ составил достойную конкуренцию. И я думаю, что дело здесь не только в том, что позади у нас целая комната, которая в ее глазах превращается в детскую комнату для игр. Она ездила уже на других микроавтобусах, и там такого восторга не было. Ну, видимо, здесь все сложилось в этот единый пазл, и шум мотора, и то, как эту машину потряхивает, это же все аттракцион абсолютно для детей. и само собой, вот этот столик и вот это кресло. Есть, есть что-то в этом УАЗе, что цепляет неокрепшие детские умы, которые все ощущают, ну, на каком-то глубоком таком уровне, да, неосознанном. А это очень важно для правильного восприятия. Недаром же она полюбила 911-й. А теперь УАЗик привез нас в 19-й век. Вот передо мной церковь в Рочище Курилова. Крупный очень приход, как вы видите, здесь за лесополосой была деревня, сейчас от нее абсолютно ничего не осталось, хотя, как деревня, если там была церковь, то это уже не деревня, а село. Солнце клонится к закату, день подходит к концу. Да, наверное, это означает только начало всего самого интересного, особенно учитывая, какие здесь сейчас дороги и сколько здесь воды, но я надеюсь, до асфальта мы доберемся без проблем. Что сказать про УАЗ? Я думаю, что он давно уже всем все доказал и сегодня сделал это еще раз. Но значит ли это, что нужно было именно в таком виде выпускать его все эти 64 года? Да, конечно, нет. Сколько можно доить эту корову? Безусловно, Буханка нуждается в приемнике, 452-й нуждается в приемнике. Оставьте уже его в покое. Я думаю, что те, кому он нужен, они уже давно его себе купили. Продажи новых автомобилей в частные руки, но они абсолютно исчезающие, малы. А вот будь более современная машина с точно такой же концепцией, я думаю, что ситуация бы в корне изменилась. Но, скорее всего, ее мы не получим. Так что, давайте думать, как еще мы сами можем модернизировать этот автомобиль. И я точно могу сказать, что вот этот силовой обвес далеко не лучшее, что можно сделать с 452-м УАЗом. Потому что свои минусы, как вы поняли, у него тоже есть. Вот такой был длинный день, друзья. Спасибо, что поездили с нами. Надеюсь, вам было не безинтересно. Ну, а мы попробуем найти все-таки более-менее спокойный путь до асфальта. Счастливо! Увидимся через неделю. И я уже научился запрыгивать сюда очень изящно. небольшой постскриптум. Как вы видите, из леса мы выбрались. Пришлось сразу же воспользоваться лебедкой. Но спасибо УАЗу, не подвел, везде выехал. Еще раз хочу отметить грамотное расположение двигателя. Он очень высоко. И, несмотря на то, что целый день мы ныряли в глубокие лужи, ремень засвистел только один раз. И когда я поднял колпак этого капота, внутри все оказалось абсолютно сухо, чисто, не забрасывается грязью. Ну, и очень высоко расположен воздухозаборник. Но, вернувшись в Москву, мне, ну да, такой день потребовался отдыха от УАЗа. Все-таки ездить на нем, это, ну, действительно, труд. В общем, каким бы интересным ни был опыт такой кратковременной езды на этом УАЗе, стоит признать, на постоянной основе я бы не хотел кататься на буханке, потому что удовольствие достаточно быстро проходит, и остается лишь неудобство, неважная плавность хода на асфальте, ну и все, о чем я уже вам говорил. В общем, стоит признать, что при всей гениальности и выносливости конструкции время этого автомобиля давно прошло, и я не против, чтобы его выпускали для определенной группы фанатов, которые именно на буханке хотят ездить, но то, что ему давным-давно нужен последователь и преемник, совершенно точно. Ведь, посмотрите, Toyota до сих пор выпускает Land Cruiser с 70-й серии, но это не значит, что у них нет 300-го, а УАЗ, по сути, это аналог Land Cruiser еще 40-го, и мы до сих пор на нем ездим. Увидимся через неделю, и помните, что нет разницы, какой у вас полноприводный автомобиль. На любом можно путешествовать. По-моему, сегодня я это совершенно точно доказал.